И вот некоторые из вас, я уверен, попадают под эту категорию. Вы начинаете уже 5 лет. Вы долго готовитесь начать. Вы никак, блин, не можете начать. Страдающие. Это отдельная каста людей. Я был таким. Человеку почему-то выгодно вместо того, чтобы идти вперед и развиваться, быть в собственных мыслях. Боль. Это хорошо, ребята. Боль это хорошо, потому что это часть живого в вас. Это организм ваш. Ни в коем случае не отключайте этот штекер. И выйти из кокона очень больно, потому что, прикиньте, что оказывается, что ты слабый, оказывается, что ты неточный, оказывается, что ты не умеешь что-то. И это признать, увидеть о себе правду, понять, с чем тебе реально придется работать, но на самом деле это очень сложно. Мозг интерпретирует окружающую действительность всегда выгодным для своего выживания способом. Понимаете, да? Иначе бы мы все сошли с ума. Ну, представьте, как чувствовать себя взрослому человеку, если он зарабатывает 20 тысяч рублей. Как? Почему столько жести, столько желчи, агрессии на страну? На самом деле это функция выживания психики. Если бы столько желчи не было, этот пар бы не выходил, то мы бы сошли с ума, потому что от самооценки мы бы сгорели просто. Или бы все переубивали бы друг друга. Да. Поэтому понятно, почему столько агрессии. Понятно. Типа людей в коконе. Это вот подвиды коконов. Есть такой кокон. Начинающие, которые никак не могут начать. Вечно обдумывающие и прикидывающие варианты. Продумывающие все возможные мелочи. Ищущие лучшую идею. Идеальную бизнес-модель или идеальный момент. Информационные наркоманы, ищущие последний кусочек пазла своих представлений. Ну, что такое кокон? Кокон – это нити из мыслей. Кокон – это иллюзия. Такая искривленная модель мира. То есть это искривление всегда. То есть ты видишь нереальность. Ты видишь свои мысли. Ты видишь свой, ну, как бы, свой самосотканный мир. И вот некоторые из вас, я уверен, попадают под эту категорию. Вы начинаете уже пять лет. Вы долго готовитесь начать. Вы никак, блин, не можете начать. Вы действительно ищите постоянно этот удобный как-то так, вот так, примериваетесь, примериваетесь. Кто из вас такой? Начинающие никак не могут начать. Вот еще есть ребята. Борцы с реальностью. Уверенные в том, что надо просто поднажать, что все в порядке, как бы, все нормально. Надо добить, вот, как бы, прорвать ту силу, которая не дает двигаться и расти. Я знаю, что делать. Надо просто это сделать. На самом деле в мире все просто. Надо просто делать то, что ты знаешь, что надо делать. И точка. Да. И сопротивление от реальности, когда не получается, они считают, что просто надо не херней всякой заниматься, а работать. Нахер это учеба. Я практик, а не теоретик. Я практик. А в практике это тот, кто умеет делать. Я практик. Но вот один момент только, что очень сложно двигаться вперед. Они как будто сквозь гвозди двигаются. Ну, реально, сквозь гвозди, сквозь грат и лед, вот, как бы, каждый шаг, все время что-то разваливается, все время какая-то хрень. То здесь не склеилось, то здесь не склеилось, то здесь не склеилось. Они говорят, ничего страшного, мы прорубим. Как будто с мачеты идут сквозь лес. Прорубим, выйдем, пройдем, продобьем, дожмем. Эта метафора в голове говорит о том, что прорубим до чего-то. То есть будет некая черта, мол, когда все будет хорошо, вот они прорубят, и так, и вздохнули полной грудью. Как понять, что вы такой человек? Вы мало спите. Точка. Вот когда вы начинаете жертвовать ради действия своим сном, своим комфортом, то есть вы супер развивающийся, вы уже, я не знаю, и так развиваете, и так развиваете, и так развиваете, и так развиваете, уже спите меньше, чтобы больше развиваться. Да, тишина. А результат там же. А самое обидное, то, что у вас был опыт в жизни, когда было все легко. Был у каждого из вас сидящих опыт, когда на самом деле все как будто бы складывалось само. Когда результат не давался большими усилиями. Когда как бы он был играюче сделан, то есть как-то вот нужные люди правильно находились в нужный момент, когда нужные знания приходили, когда вы как будто плыли просто. Это не мистика, это не магия. Серьезно, в этом нет ничего такого сверхъестественного. Кажется, да, такой налет мистики в этом есть. Вот свой путь, и вот есть не свой. Да, это реально свой путь. Когда легко, это свой путь. А что такое легко и свой путь? Это очень просто. Это значит, вы пошли в ту среду, в такие обстоятельства, то есть в тот бизнес, в той роли, где были нужны ваши свойства и качества. Ваши навыки, ваши свойства и ваши качества. Еще есть. Доказывающие – это ребята, которые всем объясняют. Они ничего не слышат, они говорят, сейчас я тебе объясню, на самом деле бизнес-модель – огонь. На самом деле, у меня уже клиентов много, просто, просто мы еще пока доказывающие всем, и в первую очередь, самому себе, что идея – огонь, выбранный путь верный, проблемы – это лишь временные трудности, каждый день убеждающиеся, на самом деле все в полном порядке, все супер и заплакали. Страдающие – это отдельная каста людей. Я был таким. Я был таким в школе. Я, знаете, я представлял себя таким одиноким странником, который смотрит на город с холма. он очень глубок в своей таинственной печали. Люди не могут понять его тайну, которую он несет с собой. И он в своем молчании настолько глубок. Я думал, что люди смотрят на меня со стороны и говорят, какой же он таинственный. Ну, сейчас, смотря на таких людей, я понимаю, что я был просто чуваком, который пялил в чей-то свитер просто, или в трещины на стене. И все. Там не было никакой глубины, я просто был запаренным чуваком. Вот и все. Не было никакой романтики в этом страдании. Никакой. Просто обычная хрень. Сумевшие найти романтику в страдании, оплетающие себя печальными мыслями, смакующими исключительность своего образа загадочного, молчаливого и непонятного. Кто такой человек? Кто себя в этом узнал? Согласитесь, не очень удобно себя в этом узнавать. Неприятно. Неприятно. По-больному режу. По-больному. Сложно с романтикой расставаться от страданий. Волосы твои всегда так немножко колышутся на виду. Обвиняющие и обличающие. Это люди, которые знают, кто виноват. Нашедшие смысл в том, что кто-то виновен. Партнер. Партнер виновен. Виновен партнер. Виновен у нас страна. Президент. Город. Маленький город. Что сделаешь в маленьком городе? Клиенты-горожане и конкуренты-демпингеры. Это люди, которые знают, в чем проблема. Да, и вот это вот виды, виды этих самых коконов. Их может быть больше. Но это все то же самое. Человеку почему-то выгодно, человеку почему-то выгодно вместо того, чтобы идти вперед и развиваться, быть в собственных мыслях. Быть в собственных мыслях ему выгоднее, но эти мысли не работают. По факту нет результата. По кругу ходят, понимаете? По кругу. И держатся за собственные мысли. Чем меньше результата, тем выше собственная правота. Чем крепче маска. И вот это большой кульбит. Обнаружить, что, блин, как-то уж очень все непросто. Не получается. Для этого нужно пройти через вот точку бифуркации. Сделать новое специальное неавтоматическое действие, о чем они говорят. Но сделать действие не проблема. А вот увидеть это действие, почувствовать это действие, открыться к этому действию, вот это проблема. Новое специальное автоматическое действие, которое ведет к асимметричному результату и ведет в то лучшее будущее, которое не произойдет само по себе. Вот это то, как мантра, то, что мы постоянно ищем. Еще несколько мыслей. Возможно, у вас есть несколько мыслей в голове. Эти мысли очень фиговые. Первая мысль, а очень на самом деле фиговая, которую нужно из себя убрать. Все, теперь будет так. Всегда. Всегда. Это мысль о перманентности. То есть, что вот та хрень, которая со мной происходит, она теперь навсегда со мной. Эта мысль очень опасна. Вторая мысль. Во мне есть ошибка. С миром-то все в порядке. Я верю, что есть результат. Я верю, что есть хорошие люди. Я верю, что у других получается. Но не у меня. А почему не у меня? Потому что во мне есть какая-то глубокая ошибка. Возможно, это связано с по праву рождения. Возможно, меня мама недолюбила, папа недолюбил. какая-то травма в детстве, когда я не раскрылся. И мне уже слишком рано, мне уже слишком поздно. Мне по какой-то... То есть, у всех-то получится. Я верю, что это все правда. Но вот я этот путь не выдержу. Во мне есть ошибка. Я сломанный. Есть такая мысль. Или во мне баг. Какой-то мозговой баг. Многие списывают все трудности на мозговой баг. Да, нет? Ну, давайте признаемся. У кого были такие мыслишки, что у вас есть внутри какая-то ошибка? Это не значит, что вы проклят. Нет. Ошибка. Просто ошибка. Кроме тех, кто проклят на самом деле. Вот кроме них, всех других вряд ли. Третья мысль. Мне никто не может помочь. Моя ситуация настолько уникальна, что вы не понимаете. Угадайте, как часто мы слышим эти три мысли в разговоре, когда мы кого-то разбираем. Примерно сколько раз из десяти. В редких случаях, в самых сложных случаях, но все самые сложные случаи звучат именно эти мысли. Собственно, эти мысли ложатся в фундаменте кокона. Это вот значит, уже в танке человек находится. Реально в танке. Потому что ему настолько выгодно почему-то находиться в своем коконе, он вживил в себя эти мысли. Так, короче, так теперь навсегда. Я сломанный. Короче, мне никто не может помочь. Все. И закупорил любой путь к развитию. Но внутренняя сила, душа, которая называется душой, она сильнее, чем вы. Она сильнее, чем вы. Как бы ваш мозг не постарался закупорить вас, как бы он вам не наплел всяких мыслей и не доказал бы вам чего угодно, на самом деле, что бы ни делал ваш дядюшка мозг, ваша душа сильнее. Душа... Кроме тех случаев, когда она слабеет. Нет, она всегда сильнее. Потому что побеждает, в большинстве случаев побеждает мозг. И душа тихонечко свертывает свою палатку и тихонечко плачет. Почему она страдает? Страдание – это хоть какой-то, хоть какая-то возможность получить любовь к себе. Потому что, когда вы страдаете, вы жалеете себя, вы любите себя. И душа настолько истосковалась по настоящим эмоциям, что только в страдании она получает эту эмоцию. Вот и все. И душа, как проявляется душа? В интуиции, в ощущении, в боли, на самом деле. В страданиях. В эмоциях. А вы что делаете? Что мы делали? Что я делал? Я скажу, что я делал? Я прятал чувство боли под ковер. Потому что иметь боль, значит, это все нормально, все хорошо, все хорошо. Нет проблем, нет. Есть задачи. Есть задачи. Не ной. Все нормально. Все в порядке. Боль. Это хорошо, ребята. Боль это хорошо, потому что это часть живого в вас. Это организм ваш. Ни в коем случае не отключайте этот штекер. Если у вас что-то болит, это значит, что у вас есть потенциал. Если у вас... Вы не могли бы испытывать боль, если бы у вас не было потенциала. Моя мама, например, не парится из-за того, что у нее не получается внедрить CRM-систему. У нее нет потенциала к CRM-системе. То есть, ну как бы, ей не нужна нахрен эта CRM-система. Она может париться и за нас с моей сестрой. Понимаете, да? Потому что она, как мать, чувствует потенциал по отношению к собственным детям. Человек переживает только относительно того, на что он реально способен повлиять. Только тогда мы переживаем. И поэтому, если болит, если есть потенциал, значит, у вас реально есть шанс. Таких мыслей на самом деле больше. Я просто сейчас перечислим. Я обречен. Уже поздно. Особенно начинается уже сейчас у женщин с 18 лет. Еще рано. Меня не принимают всерьез. Еще пока. Я закрытый. Мне сложно общаться с людьми. Вот такой. Программисты, все, директологи. Я жесткий. Люди меня не любят. Мне сложно общаться. Я мягкий. Не могу взять свое. Я системный. Ко мне не тянутся люди. Я не зажигаю других людей. Есть люди с зажигалочкой. Я не такой. Я разгильдяю. Все валится. Ничего не могу доводить до конца. Это вообще очень интересная вещь. Кто опаздывает? А что, если я скажу вам? Что если я вам скажу, что людей с плохим тайм-менеджментом вообще не существует в мире? Есть люди, которые не любят то, что они делают. Была у вас в жизни ситуация, когда вам нужно было, когда вы в первый раз ехали за границу. и с утра у вас самолет. Вам надо вставать в пять утра, а завтра самолет надо вылетать. У кого такое было? Скажите, вы какую-то проблему с тайм-менеджментом испытывали в этот момент времени? Что не могли встать, не могли собраться, не могли успеть. Да или нет? Нет. Никакого тайм-менеджмента нет. Если у вас... Я... У кого есть такое? Я все начинаю, я все бросаю. У кого такое есть? Замечательно. А знаете почему? Потому что то, что вы делаете на самом деле вам не нужно. Когда вы опаздываете, это сигнал вашего организма, который на уровне вашей души отвергает тот образ жизни и те действия, которые кажутся ему бессмысленными. Поэтому, чем сильнее вы опаздываете, тем больше вам не нравится то, куда вы едете. Вот и все. Ваша душа в этот момент страдает, не важно, что ваш мозг говорит по этому поводу. То же самое с ленью. Кто себя считает ленивым? Вот испытывает чувство лени, это когда спать хочется, когда неохота, когда вот так вот и чувство вины еще за то, что вы занимаетесь всякой херней, но не только на необходимом. И вы думаете, что вы ленивый просто, и поэтому надо себя дисциплинировать, и надо себя как бы обжечь каким-нибудь паяльником, взбодрить, чтобы все было хорошо. Самодисциплина нужна. А что, если мы вам скажем, что лень это защитное свойство организма против бессмысленности действий? Потому что, когда вы чувствовали перспективу, лень это всего лишь означает, что в текущей конфигурации нет перспективы. Ваше подсознание не видит будущего, оно понимает, что усилия приводят к результату, и чтобы было больше результатов, надо непропорционально больше усилий. Потом оно говорит, отдохни-ка, слушай, поспи, а. Спящий режим впереди. А вот как вы думаете, этот Сергей Мох, вот этот парень, или Ксюша, они испытывают чувство лени сейчас вообще? Надо им себя дисциплинировать, нет? Нет. Они бегут в припрыжку просто. В припрыжку! Им даже спать не хочется. Они заряжены так, как будто они катушка Тесла просто. От них это, если вы рядом пообщаетесь, они птс-птс-птс-птс. Айфон заряжать можно? Айфон, да, рядом. Есть такой, Вячеслав Полунин, клоун, он интересную фразу сказал. Он говорит, его спросили, ну, он говорит, чтобы делать хорошее шоу, надо быть счастливым человеком. А кто такой счастливый человек? Человек теряет счастье, когда он перестает подпрыгивать в момент, когда он идет. Помните в детстве? Делали когда-нибудь так? Подпрыгивали. Кто, у кого есть хотя бы какая-то из этих мыслей. А что если я вам скажу, что это не объективность? Вы выбираете эти мысли, потому что вам это выгодно сейчас, потому что вам выгодно пока ничего не менять. Вам это более выгодно, чем что-то менять. Поэтому вы сами выбираете для себя эти интерпретации, чтобы жить в них, потому что когда у вас есть эти интерпретации, что вы можете не делать? Вы можете не делать. Вы можете оставаться в коконе, пока это защитная реакция. Вы можете без страд... Потому что если бы вам сказали, что это иллюзия, то дальше вы начинаете страдать, потому что ты можешь делать, ты просто не делаешь. А когда ты дефектный, это зашибись. Это классно. Я ничего не умею, я пустышка. Кто считает, что вот есть люди-ниш, они умеют что-то запускать? Я ничего не умею. Я вот, ну я пустышка такая. Это классная тема. Я не смогу, мне дико страшно уже сейчас, а что будет там, я умру. У кого такое есть? Да? Вы идете навстречу страху, и пока вы от него убегаете, страх бежит за вами. Он как медведь. Вы бежите, он бежит. Вы присели на пенек, он тоже рядом сел. Покурили, побежали дальше. Он давно с вами уже, он привык, вы уже так взглядом друг друга определяете. Когда вы встречаетесь со своим страхом, то вы идете по своей дороге, а страх идет по своей. На самом деле самое страшное это сейчас. А там уже в момент драки уже не так страшно. Тandoи, позже pretty. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok